Девушки отдыхают 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 Мы можем быть свободны от этого проклятия, наступать на те же самые грабли, повторять одни и те же самые ошибки бесчисленное количество раз. И мы можем на самом деле учиться на примерах героев веры, как написано было в послании к евреям, подражайте вере их, вере наставников наших, которые доверили нам, передали нам слово Господне. И также можем учиться на ошибках тех, кто был перед нами, кто совершил какие-то определенные ошибки в своем служении. И мы можем на этих примерах хорошо научиться. И конечно, как православный священнослужитель, как реформатор, я больше времени уделяю, изучаю историю церкви, конечно же, православию, восточной церкви, в целом православной церкви, на Руси, в частности, но и вообще мировому христианству. Я очень люблю тему истории церкви, допустим, истории эпохи реформации, лютер, кальвин, свингли, анабаптисты, вот те первопроходцы реформаторского движения, отцы, основатели протестантизма, как можно так сказать, и первая волна реформации. Я люблю говорить о, вспоминая, допустим, историю христианства в Америке, это очень важная тема, я считаю, тем более, кстати, вот на пороге Thanksgiving Day, значит, мы Бога благодарим, на День Благодарения, в этот четверг как раз День Благодарения, отличается как в Америке, так и во многих других странах мира, там, где, как правило, протестантские церкви являются в большинстве. День Благодарения, последний четверг ноября, по традиции, очень давней традиции, отмечается христианами разной динаминации конфессий. Наша церковь также присоединилась к этому празднеству и в Киеве, в других городах, где есть наша церковь, наши священники тоже будут участвовать в этом Дне Благодарения. Конечно, это хороший стол и индейка, но самое главное не в хорошего приготовленной птице, а самое важное в благодарности нашей Богу, слава Иисусу Христу. И, друзья мои, я хотел бы также воспользоваться доской, я буду кое-что записывать, но я буду стараться давать немного дат и имен, хотя некоторые даты имена мы должны запомнить. Но я хочу, чтобы каждый из вас, каждый на своем уровне, но увидел сегодня и в эти вечера, увидел историю христианства, историю мирового христианства. Слава Богу! И если у вас есть вопросы ко мне, как к православному священнослужителю, как к реформатору, или, допустим, по истории христианства уже есть какие-то готовые вопросы, или они будут возникать по ходу, не стесняясь, пишите, передавайте наперед, я буду стараться отвечать, наверное, в конце каждого вечера, буду находить время и отвечать на ваши вопросы. Так, это, наверное, все во вступлении. И запишем, давайте, местописание. Я хотел бы начать как раз с такого очень важного местописания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16, 18. Евангелие от Матфея, 16, 18. Вторая часть этого стиха звучит так. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Пусть это будет эпиграфом и началом как раз этих лекций по истории христианства. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А, кстати, у меня есть очень хорошее, я считаю, слайд-шоу на эту тему как раз истории христианства. Я с удовольствием поделюсь этими материалами, и кто только заинтересуется, могу это оставить для школы. И вы сможете потом на компьютере просмотреть. Это большое слайд-шоу, порядка тысячи слайдов здесь, и рассчитан на 4 недели курс, полный курс истории христианства. Вы сможете это все самостоятельно просмотреть на компьютере. И в сети я стараюсь выставлять тоже эти материалы. На нашем сайте, alive.church.info.info, есть как раз ссылочки. Хорошо. Господь говорил об одной церкви, о своей церкви. Какая церковь? Христианская церковь. Кто основатель? Сам Христос. Кто является фундаментом церкви? Сам Христос. Кто главой церкви является? Сам Иисус Христос. И сама церковь, это есть Иисус Христос. Сегодня. Вчера и сегодня, и вовеке тот же. Сколько нашим церквям лет? 10, 20, 100, 1000, неважно. Христианские церкви с разным прошлым, но мы все считаемся приемниками вот той, первоапостольской, мы ее называем часто церковью. Мы читаем деяния апостолов, христиане, разных динаминаций, конфессий. И мы читаем не о какой-то чужой церкви, мы читаем о своей, родной нам церкви. Мы читаем о церкви Иисуса Христа. Да, экклезиология Иисуса Христа, учение о церкви, его очень просто. Даже скажу так, примитивизм вот таким попахивает. Он сказал так, где двое или трое, собранного имя мое, там я посреди них. И знаете ли, друзья мои, так и есть. Церковь Иисуса Христа, это собрание верующих людей. Экклезия. Слово экклезия, переведенное как церковь, означает собрание. Собрание людей, свободных людей. Раньше экклезии называли нечто похожее на наше древнерусское вече. В Великом Новгороде, допустим, в других городах, была традиция вечевого такого собрания. Вече. Оно собиралось для решения разных вопросов, внутренних, внешних, и объявляло войну, мир заключало и прочее. Избирало руководителя, руководство. И церковь Иисуса Христа, это его вече. Это есть столб и утверждение истины. Это есть его собрание. Это есть, на самом деле, это, кстати, думаю, многие из вас это знают, но новое поколение это обязательно знает. Я думаю, большинство из вас это прекрасно знает. Напоминаю, что это слово, экклезия, в те времена, когда писалось в Библии Нового Завета, это было самое яркое политическое слово. Это было вызовом, на самом деле. Иисус говорил о своей экклезии. Он говорил о своем собрании. Говорил о своей церкви. И врата ада, он подчеркнул, не одолеют ее. Не одолеют церкви Божьей. И слава Богу, что две тысячи лет нашей с вами истории, две тысячи лет истории церкви Иисуса Христа, этому свидетельство, что церковь выстояла. Врата ада не одолели таки его церкви. Слава Богу. И сегодня, по милости Божьи, верующие, христиане, разные конфессии, разные динаминации, возрожденные от нетленного семени, от слова Божьего, рожденные Богом на этой земле, рожденные не просто мамами и папами нашими, но рожденные от Бога. Являются живыми камнями в этой стройке тысячелетий. Уже двух тысячелетий стройка продолжается и по сей день. Мы знаем, что будет однажды завершение этой великой стройки, но куполом этого большого храма, святого Господа, является сам Иисус Христос. Его основанием и его куполом. Кстати, еще одно местописание я хочу вспомнить. Это 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Написано, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А дальше, в 16 стихе говорится, обратите ваше внимание, говорится, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Вы храм Божий. Представляете, еврейский апостол пишет в церкви, состоявшей в основном из уверовавших язычников, пишет удивительное откровение. Разве не знаете, что вы храм Божий? Вспомним Иисуса, который говорил женщине, самарянке, у колодца, помните, да, что не в Иерусалиме и не на Горесии, но будете поклоняться на всяком месте в духе и в истине Отцу. И таких поклонников Отец себе ищет. И мне очень нравится, как в украинском переводе написано, прагне, жаждет, Отец жаждет таких поклонников увидеть на этой земле. И знаете, друзья мои, братья, сестры, скажу, что когда писались вот эти стихи, эти слова о храме Божьем, святом в Господе, что вы храм Божий, верующие, вы храм Бога, тот самый храм каменный, тот самый храм в Иерусалиме, он еще функционировал. Знаете ли, да? Слышали об этом уже, наверное. У некоторых даже есть издания, такие библии, где есть сносочки, когда писались, какие годы, предположительно или точно писались эти или иные послания. Так вот, Постание в Каринф однозначно написано до 70-го года нашей эры. Можно спорить о датах, но до разрушения храма, до того, как римские оккупанты разрушили Иерусалимский храм. И представьте себе, в том храме священники по-прежнему приносили жертвы, священники по-прежнему ежедневно убивали животных, священники по-прежнему совершали жертвоприношения, делали вид, что ничегошеньки не произошло, что в Богдане все спокойно, знаете ли, что у нас все хорошо. Завесу, разорванную самим Богом сверху донизу, как раз когда Иисус умирал на кресте, священники зашили и возобновили все, списали на несчастные случаи, знаете ли, вот на совпадение такое, вот землетрясение, понимаете ли. Но знаете ли, хотя священники изображали вид, что ничего не произошло, но в духовном мире все произошло. Иисус сказал, совершилось, совершилось искупление рода человеческого, совершилось, и можно многое, чтобы продолжать дальше. Совершилось наше освобождение, слава Богу. Совершилось время уже Нового Завета, как Иисус сам говорил, да, что это есть кровь моя Нового Завета. Кровь Нового Завета была пролита. Агнец Божий отдал свою жизнь за нас, слава Иисусу. И друзья мои, и священники, начиная со времени распятия Христа и до 70-го года, то есть порядка 40 лет, упрямо продолжали совершать мертвые уже служения, уже ненужные. До Иисуса Христа, до распятия Иисуса, эти жертвы были святы и они были важны. Они были совершаемы по закону, как было предписано в законе. Они были совершаемы, как было сказано самим Богом через Моисея. Эти жертвы, они, конечно же, все понимали, они не смогли бы никого сделать совершенными. Но эти жертвы были необходимы. Мы сейчас понимаем Нового Заветными мозгами, мы уже понимаем, что это были все прообразы жертвы Мессии. Жертвы того, кто был обезображен больше всех людей на земле. Того, кто взял на себя грехи наши и немощи наши, и чьими ранами мы исцелились. Но, друзья мои, все эти жертвы для Израиля были напоминанием о грехе, о праведности и о суде. Но, если через Моисея был дан закон, то через Иисуса Христа пришла благодать и истина. Самое небо было открыто. Если Ветхий Завет лишь приоткрывал немного небеса нам, то в Новом Завете небо открыто для нас. Слава Богу! Мне очень нравится, как песня из этого мюзикла Алексея Ведяева, да? Я не хочу жить за Завесой. Я не хочу жить за стеной глухою. Вот на самом деле пришло время освобождения. Великий Новый Завет, о котором пророчествовали пророки. О котором говорил Иеремия, помните, да, в 31 главе. 31 стих, легко запомнить, 31-31. И дальше. Потрясающее откровение о том, что будет новый договор. Брит Хадаша. Новый договор состоится Бога с Его народом и со всеми боящимися Бога. И это совершилось в крови Иисуса Христа. Так вот, 40 лет священники упрямо совершали мертвые уже, ненужные служения. Никому они были ненужны уже, эти служения. Но они убивали животных. Делали вид, что это все важно, это все нужно, ничего не изменилось. И в Талмуде, в книге, где много очень исторических сведений из истории Израиля, в разделе Йома, о празднике Йом-Кипур, говорится следующее. О том празднике, кто понимает, когда первосвященник заходил во святое святых. Кадош Кадошем Иерусалимского храма. Святое святых Иерусалимского храма. Он заходил раз в году, этот как бы патриарх по-нашему, да, или папа римский, он заходил, этот первосвященник, с кровью жертвенного животного. Так вот, и написано, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йом-Кипур всевышним Богом не принималась. 40 лет подряд первосвященник заходил во святое святых, но священники были вынуждены факт констатировать, жертва Богом не принята. Они это по-разному определяли. Во времена храма, тогда было принято, допустим, следующее. Священники брали местописание из Исаии, где сказано у пророка, что если грехи ваши будут как багряные, или в буквальном переводе с еврейским, как окровавленная тряпка, я выбили ее, вычищу ее, сделаю белоснежной, и все варианты перевода говорят о том, что Бог сделает невозможное. А окровавленная, пропитанная кровью, Он сделает белоснежным, Он сделает прекрасным, чистым. И священники в кровь жертвенного животного окунали лоскуты, в материю, нити белоснежные, и привешивали их в храме, и смотрели на эти нити. И это была одна из методик проверки. И если во время церемонии, во время жертвоприношения, во время служения этого праздника, дня искупления, если нити, если лоскуты становились белоснежными, то священники объявляли их всему Израилю. Грех прощен. Итак, до следующего года. Увидимся в следующем году снова. Потому как эти жертвы были из года в год повторяемы. Но на Йом-Кипур это была самая великая жертва. Жертва всех жертв. И, друзья мои, но что говорится в разделе Йома, в Талмуде, что последних 40 лет написано, жертва не принималась. Эти нити окровавленные оставались кровавыми. Кстати, там говорится даже три раза по 40, интересно. 40 лет при некоем Шимоне Цадзике каждый год нити и лоскуты становились белоснежными. Потом было 40 лет неопределенности. Временами да, временами нет написано. То есть во времена земной жизни Иисуса было так. Но последних 40 лет никогда не принимала жертву на Йом-Кипур. И всегда нити оставались кровавыми. Не выбелялись, не вычищались. И еще в Талмуде говорится, что у мессианских раввинов до сотни свидетельств косвенных подтверждений правдивости Евангелия и личности Иисуса, как именно Мессии, как Христа. И, в общем-то, это факты очевидные. И если вы будете благовествовать религиозно грамотным иудеям, вам эти факты будут очень необходимы. И потому как это не мессианские, взяли, дописали, и не христианские историки где-то там потасовали факты. Это материалы из остановки традиционного талмудического, отступнического иудаизма. Книга Талмуд. Рассказывают нам еще десятки других свидетельств потрясающих. Говорится, что последних 40 лет были дурные знаки очень, очень плохие знаки в храме. Последних на протяжении 40 лет храмовые ворота сами собой распахились во время служений. Сами собой распахивались. Не от сквозняка, не от чего-то еще. Просто Бог показывал все. Двери открыты, настишь. Потом, храмовая минора, семисвежник. Горящая минора в храме означало присутствие всемогущего Бога в храме. Минора сама собой затухала 40 лет подряд во время служений. Масло было, хоть отбавляй. Петели, все было. Как бы ханука, только наоборот. Как бы анти-ханука. Ханука мы вспоминаем, вот скоро будет ханука, да, в декабре. Мы вспоминаем события евреи, христиане, какое. Когда лет за 150 до Иисуса Христа Бог совершил чудо там в храме. И у маковеев, очистивших храм, очистивших Иерусалим, возобновивших служение, не было масла для того, чтобы зажечь минору. Они нашли лишь один сосуд с маслом. Этого масла хватило бы лишь максимально на сутки горения. Но сверхъестественно масло, оно не уменьшалось. И хватило на 8 дней горения. До того момента, когда привезли уже кошерное масло в Иерусалим. И смогли зажечь уже естественным маслом этот огонь. То есть сверхъестественно масло умножалось. И вот прошли уже, больше 2000 лет прошло. Но до сих пор мы Бога благодарим за то, что это все совершилось тогда. И на хануку мы зажигаем минору очень необычной формы, да. Девятисвершную. Не семисвершную, как обычно, а девятисвершную. Мы называем ее часто хануки или хануки. И эта минора именно зажигается лишь раз в году. Притом по одной свечке торжественно каждый день. То есть это как бы есвая церемония, воспоминания. Иисус и почти этот праздник своим присутствием в храме. Он почитал этот праздник. Написано на праздник обновления. В 10 главе Иоанна Иисус в 22 стихе говорится. Он был на праздник, была зима. И Иисус ходил в притворе с Соломоновым. Там, где потом собирались верующие. Мессианские. Первые христиане собирались там. И он сказал, как раз именно на праздник ханука, 30 стих. Я и Отец одно. Как раз именно он сказал важное такое откровение о настоящей хануке. Настоящем обновлении. Быть в единстве с Творцом. В единстве с Богом. И, господа, братья, сестры. Скажу, что были другие знаки. Но более подробно вы сможете в лекциях узнать. Допустим, Бориса Грисенко. Тайны Израиля и Церкви. У Мании есть лекция на эту тему. Но я хочу дальше продолжить. Потому как тема очень большая. И за 2000 лет у нас с вами очень много что произошло. И нам надо очень важное из истории христианства сегодня нам взять. В первом столетии трагедия страшная произошла. Храм, о котором я сейчас рассказывал. Он был таки разрушен. Разрушен был. Потому как Мессия, Христос, он об этом пророчествовал. Помним, да, все это из Писания, из Евангелия. И когда ему показали храм, он сказал очень страшное. Так что ученики, наверное, были просто в шоке. Он сказал, что будет время, это все будет разрушено. Храм камня на камне не останется. И знаете ли, разрушили такие. Римляне разрушили. И при том даже против воли, по сути, будущего императора, этого полководца Тита, который приказал храм не трогать. Но в момент сражения, нечаянно, на тебе, просто так крыш не вскочит, да? Волос Иисус говорил, не понял, просто так. Зажегся храм. Пожар вспыхнул таки. И римляне, рискуя своей жизнью, легионеры бросились тушить пожар. Не тут-то было. Как бы из-под поддувала раздулся небольшой пожар в гигантское пламя, которое уничтожило весь храм. И погибающим евреям, и побеждающим римлянам было понятно, что сам Бог евреев сжигает свой же храм. Это было, ну простите, дураку ясно. Люди были достаточно набожны и понятливы, чтобы увидеть это, очевидно. И, конечно же, из огня римляне спасли кое-что. На арке Тита в Риме мы видим на Борельефе, допустим, ту же самую минору семисвежных сосуды из храма. То есть они кое-что вытащили. Но основная часть, все это сгорело, конечно. Тонны золота, серебра, медиа, все это плавилось, стекало и застывало между камнями. Представляете, как была плавильная, жаровня там была. И когда битва стихла, когда Иерусалим уже, по сути, опустел, бойня была просто нешуточная, тогда увидели, что от храма почти ничего не осталось, все сгорело, все оплавилось. И римляне взялись за работу. Они стали камни разбирать в храмы, чтобы достать золото, серебро, медь. То есть они слова Иисуса исполнили буквально. Не веря в Него, не зная Его пророчества. Понимаете ли? Но Божье слово исполнится по-любому. Когда Господь говорит, это исполнится. Верят в людей или не верят. Знают они или не знают они это. Просто, когда мы это знаем, нам легче это пережить просто. И быть по правильной сторону баррикады, как мы будем говорить. Вот, и потому что те мессианские евреи, что тоже, конечно, переживали это все, это боль, эту трагедию народа, но им было легче пережить, потому что они знали, что Мессия об этом все уже сказала. Они знали, что судьба храма этого земного, она обречена. Ну, все, не будет уже этого храма. Но у них была великая надежда, у них была великая вера, что есть храм другой, святой в Господе, духовный, который пощупать, казалось бы, нельзя. Но, с другой стороны, можно. Это живые люди. Как на Руси говорили, еще в 15 столетии, Нил Сорский, Васян Патрикеев, они говорили так, не храм из бревен, а храм из ребер. Храм Божий, обшит кожей. Живой человек, живая душа, живые люди являются живыми камнями. Это из тройки тысячелетий. И этот храм ни один римский оккупант не сможет разрушить. Никто, никогда. Даже убивая тело, этот храм, он неразрушим. Враг не сможет этот храм уничтожить. Слава Иисусу Христу. Этот храм строится, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, на основании апостолов, пророков. Слава Богу, друзья мои. То есть, есть, как в любой стройке, есть камни такие, которые в фундамент ложатся, есть камни покрепче, есть камни полегче для другой, допустим, части этого храма. Но все вместе мы создаем один святой храм Господня. Слава Иисусу. Так вот, господа, нам посчастливилось уже в 21-е столетие, где-то уже там под куполом, завершать строительство двухтысячелетней этой постройки. Слава Богу. И, конечно, как и тогда, так и сейчас, христиане говорят, возвращайся, Иисус, поскорее. Приходи, Господь Иисус, мы ждем тебя. Сегодня шаги Иисуса, они слышнее, как никогда вообще. Они слышны, и мы ждем Его возвращения. Слава Иисусу. Так вот, после того, как храм был разрушен, а он был разрушен в 70-м году нашей эры, история церкви развивалась так очень своеобразно. К концу первого столетия подавляющее большинство, ну, большинство, можно так отметить, большинство обращенных, большинство христиан были обращены из неевреев. После начала рассеяния, после вот этого 80-го года, когда мессианская община покинула Иерусалим, осужденный, когда евреи, мессианские и неевреи, обращенные к Иисусу, христиане первые, когда распространили благую весть по всему, по сути, тогдашнему царству, этому Римской империи, христианство стало набирать силу. Больше и больше. Конечно, было небезгонение, мы все знаем, наверное, об этом, да, что первое в три столетия нашим братьям, сестрам было очень несладко. Я думаю, что многие из вас это знают по фильмам различным, классикам, допустим, Генри Сенкембич, «Кому грядешь» и другие какие-то ленты. Но, конечно, мы можем лишь предполагать сегодня, сколько было репрессировано братьев, сестер наших, но цифры, в общем-то, большие, как правило, историки прибудут. Некоторые христианские историки пишут очень большие даже цифры, что могло быть репрессировано 2-3 миллиона человек. Некоторые истории за первых 300 лет, истории нашей с вами, истории церкви Иисуса Христа, некоторые называют даже еще больше цифры, до 7 миллионов человек называют, общее число тех, кто пострадал от репрессий. Здесь не только те, кого сожгли на костра, там уничтожили физически, бросили кальвам на потеху публики, но и те, кого просто в рабство, а таких было очень много, отправляли на непосильный труд, на галеры, на рудники, откуда не было возврата фактически, просто-напросто уничтожали физически, или были вынуждены бежать за пределы Римской империи. Бог использовал порой даже вот эти гонения для того, чтобы распространить царство, потому как те, кто вынуждены были убежать, целые общины, порой восточных христиан, они шли дальше, Китай, нынешний Казахстан, об этом очень много археологических, ныне свидетельств, после Второй мировой войны было очень много обнаружено свидетельств именно о распространении христианства в том регионе, и это потрясающе свидетельство вообще, это отдельная тема, потрясающая тема. Но я скажу, что христианство в Римской империи первых 300 лет, мы с вами давайте запишем кое-что, запишем раннее христианство, раннее христианство, с 30-го по 313-й годы, вот этот период я называю вообще, историки в большинстве динаминации называют ранним христианством, раннее христианство, раннее церковь. С 30-го по 313-й год. Мы не знаем точную дату начала истории церкви, но предполагаем, что это было в 30-м году нашей эры. Мы не знаем точную дату рождения Иисуса, мы лишь предполагаем, что Он родился 2000, вот скоро 12 лет тому назад, но на самом-то деле все немного по-другому. Мы это понимаем, наверное, да? Многие из вас это знают, что Иисус родился 3-4 года до своей официальной даты рождения, принятой церковью. Почему такая проблема? Потому что первые христиане, первых 300, 400, даже 500 лет фактически, не знали многих праздников, традиций, которые сегодня знают христиане. Историческое христианство, сегодняшнее христианство, это очень причудливая такая смесь христианства, язычества, оккультизма, идолопоклонства, многобожия и гремучая смесь, в этой очень сложно разобраться. Обывателю невозможно даже разобраться, где здесь христианство, где здесь не христианство. Чаще всего люди христианством называют то, что христианством даже не является, даже рядом не лежало, и даже даже и не пахнет христианством, но то же самое и церковью, порой люди называют то, что церковью не являлось, никогда и не является. Но то, что является церковью, чаще всего объявляется и тогда, и сегодня, объявляются сектой, расколом, очепенцами и прочее, прочее, прочее. Но этот мир любит ярлыки, наклеивать определенные. Но первые христиане в эти первые три столетия, на самом деле, очень сильно отличались от всего того, что потом христианство собой представляло. И сегодня представляю, чаще всего, первое христианство первых трех столетий, оно чем отличалось? Ну, даже тем хотя бы, что христиане не молились никому помимо Господа. В это время никому в голову не приходило молиться, допустим, матери Иисуса Христа, называть ее Богородицей, молиться ей, молиться друзьям Иисуса Христа, апостолам, молиться мученикам, допустим, молиться ангелам. Не, ну хотя были, наверняка были прецеденты, были, конечно, какие-то трагичные случаи, но, как говорится, в семье не без, ну, как бы, разных людей. Знаете ли, в церкви тоже всякие встречаются. Да и я даже не говорю про таких, может, моральных уродов, я говорю даже про нормальных христиан. Нормальные христиане порой и то, знаете ли, ну, падают. Всякое бывает. Вот, для нас очень хороший урок, чтобы мы не судили, да, не спешили судить, очень хороший урок в книге откровений. Я когда как раз вот у себя был в церкви, проповедовал, и там опять вспомнил этот пример. Книга откровений. Помните, когда Иоанн, Иоанн, куда уж дальше, да, апостол, с Иисусом Христом, и дневало ночевал, кормился, значит, слушал пробовать его, да, через него Бог действовал, сто процентов, на тайный вечер он был на груди Иисуса, возле его сердца прям, да, знаете ли, был возле креста, все ученики разбежались, он был возле креста, он видел последние минуты Иисуса, жизни его, да, земной, видел воскрешива Христа, видел факт, он много что видел, и потом написал Евангелие, слава Богу, Бог вдохновил написать его, одно из самых удивительных, просто вообще, ну, откровений о Христе, потом написал послание, соборное послание, да, мы до сих пор читаем и умиляемся, говорим, слава Богу за то, что вот Дух Святой вдохновил написать его это все, но, знаете ли, потом он был уже старцем, когда писал книгу откровений, да, историки говорят, что ему было порядка ста лет уже, значит, он был уже, он был в ссылке на острый Патмос в это время, то есть, он не просто где-то там, знаете, на даче сидел и писал, он был в ссылке, его на принудительные работы старика, знаете ли, столетнего, отправили, то есть, особо не церемонились, и на возраст не списали, значит, знаете ли, все, и его, значит, поставили туда, римляне, так вот, и уже там, на старости лет, сколько ему осталось жить, я не знаю, но уже старик уже, да, и здесь его искушение ждет, оказывается, на Патмосе, не то, чтобы там седина в бороду без влебро или что-то еще в этом духе, но у него было искушение покрепче, я не думаю, что он, будучи возле Иисуса, знал, что его ждет очень серьезное искушение, вот, в финале его жизни, помните последний глав от книги Откровений, он пишет, он честен, Иоанн честен, он пишет все, как происходило, когда явился ангел и говорил ему слава Господне, он захотел поклониться ангелу, кто Иоанн? Не может быть, вы знаете, вот, если кто-то сказал бы другой бы, я, может быть, не поверил бы, но сам Иоанн признается честно, что он поклонился, и ангел, слава Богу, это был нормальный ангел, у которого все нормально с Богом, и он сказал, что нет, Богу поклонись, не мне, он подкорректировал старика, значит, но потом проходит время, мы читаем в конце книги Откровения, опять, опять, когда он увидел и слышал все это, он опять стал поклоняться, и слава Богу, ангел опять подкорректировал его, зачем дважды это падение Иоанн свое описывает в наседании нам? Даже в финале служения великого, одного из самых великих служителей вообще в истории христианства, и ждали искушения очень серьезные, и слава Богу, что это нас учит освобождаться от дембельских настроений, даже если мы там лет 50-60, допустим, пропахали для Иисуса, все равно мы должны не моделировать свой дембельский альбом для Царства Божьего, знаете ли, не, значит, не весла сушить, и не, знаете ли, там что-то еще там делать, не лавры свои, значит, пересматрив венцы, а именно бдеть, именно смотреть на то, что чемпионами не на старте являются, да, и не на протяжении маршрута всего, да, а именно в финале, именно финалист, тот, кто побеждает, он наследует все, не по-другому, не те, кто начали хорошо стартовать, не те, кто были красавцами там во время турнира, а те, кто в конце именно пересекли финишную черту и доблестно ее пересекли, вот те являются победителями, и поэтому, ну, как говорят, цыплят по осени считают, знаете ли, и апостолов тоже по осени считают, и христиан тоже по осени считают, то есть это по, ну, такой хорошей осени, и Иоанн, он показал, честно рассказал о своих вот этих падениях двух, я считаю, это очень, мы можем это описать, но все-таки Иоанну прощаются грехи многие, он возлюбил много, но шутки шутками, а, знаете ли, думаю, неспроста Иоанн показал честно вот свои вот эти падения перед ангелом, знаете ли, Павел пишет очень хорошо Коринфянам, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, как так, разве христиане могут иметь общение с бесами? Да запросто, примеров более чем достаточно, и слава Богу за то, что Иоанна Бог скорректировал, слава Богу, что он поставил его, восстановил его буквально тут же, упал и тут же встал, знаете, как неваляшка такая духовная, только дьявол прокинул его, тут же раз опять встал, но не все встали, очень многие христиане в последующие столетия стали молиться и ангелам, и апостолам, и матери Иисуса, и началось такое, что диву даешься, сегодня эта гремучая смесь часто выдается за христианство, но это антихристианство в христианской упаковочке, и в моей прошлой христианской жизни тоже было очень много всего, и до 96-го года, когда я был священником традиционного православия, священником русской православной церкви, я тоже молился, и кому я только не молился, знаете ли, я молился, притом, я не просто молился, а помолиться, я молился, ожидая ответа, и порой ответы приходили, и я был на все столы уверен, что это от Бога. Каково же было мое разочарование горькое, когда, читая Библию, в 96-м году я осознал, что во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, я служил Тебе, во многих вещах, в которых я думал, что я служу Богу, и я имею общение с Богом, я имел общение с бесами, и не понимал, даже, знаете ли, настолько вот это религиозно-дуриловое, можно так назвать его, оно держало меня в плену, в таком, знаете, опьянении, религиозно-дурмане, что пока Божье Слово не стало именно Божьим Словом для меня лично, откровением, все выглядело совершенно иначе. Но, слава Богу, написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. После перерыва мы продолжим.